Никому и ничем не угрожает. Такое тоже часто бывает. Александр в раздумьях по обыкновению. Опять разница полчаса. Да, полчаса вновь нарисовались. Но вот он сейчас, по-моему, готов сделать ход близок к этому. Вот есть варианты английского начала, Александр, в которых черные, скажем так, контратакуют на королевском фланге. Такое случается с ними. Очень много таких вариантов. А здесь нет идей ни у белых, ни у черных где-то поатаковать на короля? Нет, у черных это бывает. Мы нечто подобное видели, в общем-то, даже в партии Аронян-Грещук. Но для этого, так скажем, тут, грубо говоря, с разбегу нельзя. Сначала надо заняться профилактикой, как следует. Далее, может быть, где-то при случае, да, там, выменять белопольных слонов, потому что все-таки с таким центральным защитником на Ж2, всякие эти таранищие пешечные набеги, они белым не очень страшны. Ну, это, грубо говоря, это отдаленная перспектива, потому что сейчас, я думаю, о ней говорить рано. Да, такое случается, бывает, что им отставят. Но на самом деле, когда белыми играет сильный шахматист, а черные пытаются азартно как-то что-то напугать пешечными телодвижениями на королевском фланге, это в этой структуре чаще всего приводит только к огорчениям и разочарованиям. Опа! Александр идет своим путем. В очередной раз. Ну, вполне возможно, что в конце того варианта, где мы говорили об угрозе сломбит H6, он решил от нее защититься несколько заранее. И весьма оригинальным образом. Ну, способ не оригинален, так скажем, и такой ход делается. Он, опять же, вот он, в отличие от хода F7, F5, который кто-то мог бы счесть достаточно рисковатым, ход король H8, вот он действительно относится к категории общеукрепляющих. То есть, не будет никаких тактических идей, связанных с диагональю, не будет идей, связанных с тем, что после конь D5 и B4 сломбит D5, сломбит D5 будет брать шахом. Король отошел на заранее подготовленные позиции. Ход в целом нормальный, учитывая, что полчаса он Александра не отнял, вполне себе ход. Я думаю, что кроме коней E4, C3, Борису тоже сейчас ничего особо разумного не найти. И думаю, что этот ход будет сделан достаточно быстро, учитывая, что все-таки Борис к времени относится более практично. Ну, не знаю, мне кажется, есть еще второй альтернативный ход. Можно все-таки дождаться, пока погонят на C3, и пока пойти, например, сломбит D2. Тоже такой ход плановый, развивающий, и все-таки хочу в B4, может быть, при случае пойти, а может и сразу. В этом есть логика, да, в этом, безусловно, есть логика. Согласится ли с ней Борис Гельфанд? Честно говоря, у меня до сих пор нет ответа на вопрос, который, наверное, волнует всех любителей шахмат, кто следит сейчас за этой партией. Будет здесь такая длинная, полноценная, живая борьба, или все как-то быстро подменяется? Вот такой вопрос я тебе задам. Ну, что мне, стеклянный шар вертечь, что ли? В данном случае, возможно, и то, и другое, на самом деле. Оба варианта пока возможно. Возможно, у другого варианта, да, то есть, я не берусь судить. Вот все-таки конь C3, да, сломбит D2 на самом деле, ну, ход может пригодиться, а может и нет. А F5 не такое уж страшное ослабление, чтобы его специально вызывать. А конь с E4, он пришел туда, куда шел. И быстро отвечает Грещук, ходит ферзь D8, D7. Ферзь E7, D7. Ферзь E7, D7, да. Тоже, опять же, да, так же, как конь. Но мне ясно, что на конь D5 просто слон D5 запланировано. Нет? Конь D5, слон D5? Да. Зачем? Ну, а на как ты будешь играть на конь D5? Ладья 8, B8. Спокойно, да, ничего не... Конечно, нет, 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 слона здесь отдавать, это гиблое дело. Не надо такого слона отдавать. Ну, конь D5. Ладья B8, да, то есть конь B6 не страшно. Слон B6 теперь нам не грозит, а слон B6 мы защитились парой ходов раньше, да. А теперь мы защитились от конь D5, B6 и уже планируем B7, B5, да. А может быть и слон H3, да, в этот случай. Может быть и слон H3. Конь C3 и ферзь D7. В общем-то, дорогие друзья, ходы Александра Грищука в этой партии такой профилактический характер носит. Как ты, Саша, говорил, он, в общем, сначала старается себя полностью обезопасить и лишить белых какого-то активного плана, да, игрового. Ну, это правильно, не, ну так и так в этом варианте и надо играть, потому что тут речь не идет о какой-то там опассивности или там чрезмерной осторожности. Просто, ну, если белым дать что-то, в общем-то, конкретное тут вытворить на королевском, на ферзевом фланге, то никакая атака, в общем-то, не успеет. Сначала нужно, сначала необходимо заняться профилактикой, ну, а потом уже, если предоставится шанс, то будет и активная игра на королевском фланге. Конь Е4, С3, ферзь, Е7, Д7, последние ходы в этой партии. И теперь Варис должен какой-то аргумент предъявить, следующий, какую-то здоровую идею. Ну, может быть, ферзь Д1, А4, да. Так мы же конь Д4 отвергли. Так мне там немножко другая позиция. Пока с конем на С3, да, да, да. Здесь, во-первых, не висит на Е2, а во-вторых, висит на Б7. То есть, ну... Здесь сразу две, сразу две маленьких разницы, и обе они в пользу белых. Правда, сказать... Второй не знаю, да, ну... Правда, сказать, что... Не, ну, как, почему? Висит, еще как висит. Не висит, да. Но сказать, да, что ходом ферзь Д4 мы чего-то хотим, тоже нельзя, да? Потому что... Да, да. В Д4 не хотим, да, да, да. Тоже слегка загадочный. Ход. Немного таинственный, да. Идея его может быть именно в том, чтобы на конь Д5 не было... Вот если я пойду конь Д5, а ты пойдешь ладья Б8, то тогда я смогу пойти Б4, да? Ну, в общем, пока что мы видим, что... Ну, сложный момент. Вот сейчас вот один из критических. Борису сейчас вот, если предыдущие ходы были какие-то достаточно естественные, вот позиция вырисовалась, какой-то микро-плюс у белых есть, но можно ли его обратить во что-то существенное? Сейчас от него ему нужно какой-то план изобрести. Вот действительно, сейчас реально есть над чем подумать. У него лишних полчаса времени. Ну, дорогие друзья, вот этот момент Александр Халифман только что охарактеризовал как близкий к критическому, не по напряжению, которое возникло в партии, пока никого напряжения нигде не возникло, по-прежнему идет вот такая борьба вокруг двух идей, которые Александр Халифман обрисовал еще в самом начале. Одна идея не дать черным пойти Д5, а другая идея не дать белым пойти Б4. И вот вокруг этого, значит, и маневры фигурные, и ходы H6, и король H8, и точно так же маневр конь F3. И мы видим сейчас, что пару коней белые разменяли, а второй их конь, который сейчас стоит на C3, вот если кто-то из зрителей только сейчас подключился к нашей трансляции, он не сразу поймет, что тот конь, который на C3, это на самом деле конь с G1, и попал он на C3 отнюдь не через Е2, там все еще белая пешка, а по занятному маршруту конь F3, D2, Е4, C3. Ну и вот вы видите, что две вот эти базовые идеи остались. Быстро заиграл Александр Грещук, потому что он, собственно говоря, свою схему наметил, настроил, и сейчас задумался Борис Гельфанд, который должен в какой-то момент, вот конкретно сейчас тоже, принять какую-то идею, какую-то схему, какой-то план игры, который, может быть, позволит претендовать на перевес. Так я думаю, что объективно эта позиция, ну, очень близка к равенству, да? Ну, чуть-чуть поприятнее у белых, да. Как было, да, после первого хода. Да, стандарт, стандарт. Вот, но сейчас вот важно, все же D5 пройти не дали, с другой стороны и B4 сами не пошли, и сейчас важно какой-то план Бориса Гельфанду претендовоцировать. Продолжение следует...